Здравствуйте! На этом уроке мы поговорим о порядке действий. И я хочу, чтобы вы именно этой теме уделили больше внимания, так как все, что вы будете дальше рассматривать в математике, будет основываться на вашем твердом понимании правильности порядка действий. Что же мы имеем в виду, когда говорим о порядке действий? Давайте я приведу пример. Все дело в том, что существует только один правильный порядок выполнения действий в математических выражениях. Допустим, у нас есть выражение 7 плюс 3 умножить на 5. И если не учитывать правильный порядок действий, то есть два способа решения этого примера. Вы можете просто выполнить математические операции слева направо. Другими словами, вы можете сказать, что сначала нужно сложить 7 и 3, а потом умножить результат на 5. 7 плюс 3 – 10, а затем мы умножаем 10 на 5 и получаем 50. Итак, это первый способ решения данного примера, без учета правильного порядка действий. В принципе, это естественно. Мы просто считаем слева направо. Во втором случае мы сначала выполним умножение, а затем сложение. То есть мы можем решить этот пример в таком порядке – 7 плюс… Но перед тем, как сложить, мы умножим 3 на 5. И это будет 7 плюс 3х5, то есть 7 плюс 15. А 7 плюс 15 – это равно 22. В результате мы получили 22. Обратите внимание, мы решили этот пример двумя разными способами. В этом мы просто считали слева направо. То есть сначала сложили, а потом умножили. А в этом случае мы вначале умножили, а потом сложили. И в результате у нас получилось два разных ответа. А так не должно быть в математике. Верно? Ну, смотрите. Если бы, к примеру, нужно было посчитать путь спутника на Луну. И два человека получают разные результаты. Или один компьютер выдает одну информацию, а второй совсем другую. И в итоге спутник вообще может вместо Луны полететь на Марс. Так что это просто неприемлемо. Именно поэтому мы должны следовать строгому порядку действий. Давайте запишем правильную очередность выполнения операций. При решении примеров мы ни в коем случае не должны забывать о порядке операций. Сначала выполняются действия в скобках. Давайте запишем. Скобки. Затем у нас идет возведение в степень. Вы, вероятно, не знаете, что такое степень, но не переживайте, это пока вам не понадобится. В этом видео у нас не будет примеров со степенями. Так что не стоит расстраиваться по этому поводу. После этого мы выполняем умножение. Давайте запишем. Умножение. Итак, после степеней идет умножение и деление. Эти две операции находятся, так сказать, на одном уровне. И, наконец, сложение и вычитание. Эти два действия также будут на одном уровне. Итак, что такое порядок операций? Давайте я напишу это прямо здесь. Это все и есть порядок операций. Если четко следовать этому порядку операций, мы всегда получим правильный ответ. Что же все это значит? А каким образом правильно будет решить вот этот пример? Итак, здесь нет скобок. Скобки выглядят вот так. Это полукруглые линии с обеих сторон чисел. В данном примере у нас нет скобок. Позже я приведу пример, в котором они будут. Также здесь нет степени, но есть умножение. А значит, следуя порядку операций, сначала мы должны выполнить умножение и деление. Итак, в первую очередь мы умножаем. Вот это действие мы сначала выполняем. В первую очередь умножение. Приоритет этой операции выше, чем у сложения и вычитания. Сперва мы умножаем. 3х5 – это 15. А потом уже прибавляем 7. Приоритет сложения и вычитания ниже. Но в данном примере у нас только сложение. Вот оно, да? Итак, вначале мы выполняем умножение, получаем 15, а потом прибавляем 7 и получаем 22. Согласно правильному порядку операций, правильный ответ уже записан. Вот он. Это правильный способ решения этого примера. Рассмотрим еще один пример. Я думаю, он поможет все прояснить. Я использую розовый цвет. Итак, нам дано 7 плюс 3. Здесь будут скобки. Умножить на 4, разделить на 2, минус 5, умножить на 6. Итак, в этом примере много различных действий. Но если просто следовать правильному порядку операций, то мы сможем упростить это выражение и в результате получить правильный ответ. Давайте просто следовать порядку операций. Первое, что мы делаем, это проверяем наличие в примере скобок. Есть ли скобки здесь? Да, вот они. И в них у нас записано 7 плюс 3. Т.е. в начале мы выполним это действие. 7 плюс 3 – это 10. Теперь мы можем немного упростить этот пример. Заменив выражение в скобках на 10, мы получим 10, умноженное на… вот это все. Давайте я просто скопирую, чтобы лишний раз не переписывать. Итак, мы получим 10 умножить на все это. В первую очередь мы выполнили действие в скобках. А что же теперь делать дальше? В данном примере больше нет скобок. Это значит, что мы должны перейти к возведению в степень. Но в этом примере и степеней тоже нет. Если вам интересно, как выглядит степень, давайте я вам покажу. 7 в квадрате. Степень – это маленькое число, написанное справа вверху от числа, которое вы и возводите в степень. В этом примере такого нет, поэтому мы можем приступить к следующему пункту. Далее мы должны выполнить умножение и деление. Итак, где у нас здесь умножение и деление? Вот здесь умножение, деление и снова умножение. Когда в примере несколько операций умножения и деления, а они у нас же находятся на одном уровне, то мы просто выполняем все действия умножения и деления слева направо. В данном случае вначале мы 10 умножаем на 4, а после делим на 2. И обратите внимание, сначала 10 умножаем на 4, а не 4 делим на 2. Ну и в самом конце мы умножаем 5 на 6 до того, как выполнять вот это вычитание. Давайте же вычислим значение этого выражения. Я еще раз повторю порядок. Вначале мы выполним вот это умножение. Мы могли бы выполнить это одновременно с этим. В принципе, значение выражения от этого нисколько не изменится. Но я буду делать все по порядку, шаг за шагом, чтобы во всем хорошо разобрались вы. В первую очередь мы умножаем 10 на 4. 10 и 4 – это 40. После этого мы должны разделить 40 на 2. Давайте я скопирую эту часть примера. Не забывайте о том, что умножения и деления имеют одинаковый приоритет. Поэтому мы выполняем действия просто слева направо. Вы можете заменить деление на умножение на 1 вторую. Это неважно, да? Но чтобы вы знали, при выполнении умножения и деления мы просто идем слева направо. Итак, у нас осталось 40 разделить на 2 минус 5 умножить на 6. Теперь мы выполним деление 40 на 2. У нас есть операции деления и умножения. Они идут не одна друг за другом, поэтому мы можем выполнить их одновременно. А чтобы показать, что умножение и деление предшествуют вычитанию, так как эти действия имеют более высокий приоритет, чем сложение и вычитание, мы можем взять эти действия в скобки. Сначала мы вычислим значения вот этих выражений, и только потом отнимем, так как сначала умножаем и делим, а потом складываем и вычитаем. Итак, 40 разделить на 2 – это 20. Далее ставим минус, а 5 и 6 – это 30. 20-30 равно минус 10. Именно так и надо решать этот пример. Именно в таком порядке надо выполнять действия. И теперь я хочу еще кое-что объяснить. Итак, если есть действия, которые находятся на одном уровне, например, дано такое выражение 1 плюс 2 минус 3 плюс 4 минус 1. Сложения и вычитания имеют одинаковый приоритет, верно? Тогда в этом случае необходимо выполнять действия слева направо. Итак, 1 плюс 2 – это 3. Теперь перепишем оставшуюся часть выражения. 3 минус 3 плюс 4 минус 1. Потом 3 минус 3 – это 0, значит, 0 плюс 4 минус 1. А это то же самое, что и 4 минус 1. И в результате получится 3. И мы считали просто слева направо. То же самое происходит, если дело касается умножения и деления. Они также находятся на одном уровне в порядке действий. Так? Допустим, нам дано выражение 4 умножить на 2, разделить на 3 и умножить на 2. Сначала мы 4 умножаем на 2. Это равно 8. Переписываем оставшуюся часть. 8 разделить на 3 и умножить на 2. 8 разделить на 3 – у нас получится дробь. 8 третьих умножить на 2 – это то же самое, что и 16 третьих. Вот как нужно решать такого рода примеры. Не нужно вначале выполнять умножение, а затем деление. В такого рода примерах действия выполняются слева направо. И совсем не важен порядок только в том случае, если в примере только сложение или только умножение. Допустим, у нас есть выражение 1 плюс 5 плюс 7 плюс 3 плюс 2. В данном случае не важно, в каком порядке выполнять действия. Вы можете начать с 2 плюс 3. Вы можете считать справа налево, слева направо. Также вы можете начать считать с середины. Но только если все действия в примере являются сложением. И то же самое касается и умножения. Если дано, например, 1 умножить на 5, умножить на 7, умножить на 3, умножить на 2, то неважно, в каком порядке вы будете считать. Но так можно делать только тогда, когда в примере числа либо только складываются, либо только перемножаются. Если бы здесь было деление или здесь вычитание, то единственный способ правильно вычислить значение выражения – выполнять действия слева направо. Надеюсь, все было понятно. На сегодня все. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok